приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео продолжаем успевать ознакомиться со всеми новостями игры мир танков и так патч у нас 120 выходит с 5 на 6 марта насколько я понимаю у нас тест продлевается до 5 марта а 6 уже у нас на основу выйдет патч также до 6 часа у нас работает это замечательная скидка точнее до 5 марта которую мы там на зарабатывали уроном вот уже со 2 марта можно забирать свои танчики за гк я надеюсь ни у кого не хватит ума сначала понабрать каких-то там 2d стилей 3d стилей еще какой-то лабуды за очки славы а потом вам не хватит еще и на танк очков славы на танк нужно 1769 очков славы именно столько очков у человека который занял 20000 место поэтому сначала берите танк а потом уже все остальное а то бывают смешные люди у которых потом не хватает на танк по наберут всякой чепухи но если вы смешной человек то пишите в техподдержку может быть вам будет веселее там и кто-нибудь может быть поможет но это не точно по поводу того какой танк брать на мой взгляд самый сильный танк здесь vk7201 к м60 и 121 бы вообще не вижу смысла брать поскольку они всегда доступны в боновом магазине они очень старые да и не особо кому-то интересные не сказал бы что они оба самые плохие 121 б супер сложный м60 попроще но тоже все зависит от скилла объект 907 чисто для клановых бойцов можно взять для рандома конечно он супер потный у меня от него жопа горит хорош мару 45t д карапитеку этот танчик такой не имба неплохой в кланах он не нужен в рандоме тоже не особо бодро на нем играется поэтому и в рандоме даже особо и не встретишь танк особо-то никому и не зашел не вижу смысла особо его брать т95 е6 танчик поинтересней тоже скиллозависимый как и все тут танки заека поэтому такое себе 116 f3 я буду вот катать на пресс аккаунте 3 марта получается утром танчик вроде как не самый плохой но далеко не самый сильный тот же самый vk7201 к явно намного сильнее поэтому на самом деле тут особо то и брать уже нечего половина из этих танков вообще нафиг не надо ни для чего тут по сути кроме vk7201 к уверенно посоветовать даже ничего нельзя еще до этого можно бочи втен посоветовать но его сейчас нет поэтому либо берешь в к либо дальше бери чё нравится разница особо никакой там одна чушь поэтому на самом деле мне кажется уже надо как-то кардинально менять танки за хк они уже половина из них абсолютная бредятина также в патче 120 который будет уже совсем скоро будет изменение механики оглушения есть очень хорошие вещи которые изменятся такие как убрали повторное оглушение если вы оглушены у вас попала арта с оглушением ничего не изменится вас старое оглушение будет доходить до конца новое не продлится не наложится ничего не будет просто ничего это конечно очень хорошо также артиллерия не сможет сама себе наносить урон и она не сможет убиваться там об стену где-то в конце боя это неплохо поскольку бывают моменты когда хочешь набить урон чека или лбаза выполнить или еще что-то это скотина где-то там сама себя завалила и все это вообще несправедливо также еще убирается оглушение по союзникам что тоже очень хорошо поскольку вражеская арта тебе кидают в лицо оглушает ты его снимаешь аптечка тебе еще в жопу союзное стреляет и опять оглушение это тоже хорошо также изменит условия лбаза для выполнения я особо там в них не разбирался но вроде как обычно наверное должно быть легче ну и самое основное что переделалось и что мне не нравится это то что все цифры оглушения привели к одной цифре статичной вот допустим объект 261 оглушает всегда на 20 секунд целых три десятых не меньше не больше и вообще неважно я вот на стриме показывал даже вам на одном заходил на тест садился на 261 и показывал ты никуда не стреляй прямым непрямым сплэшем за укрытие не за укрытие просто пофиг если сплэш достает хоть как-нибудь всегда оглушение на 19 секунд потому что там еще всякие бонусы защищающие от оглушения работают некоторым тяжелым танкам конечно там поменьше оглушение надо вылетает но если стрелять в танки там средний или пт у которых особо защиты от оглушения нет всегда на 261 вылетает оглушение 19 секунд даже если там какие-то будут защиты от оглушений но вылетит 17 я не знаю при этом не важно вообще как она в тебя попадет пробьет не пробьет сплэш не сплэш в любой непонятной ситуации одна и та же цифра оглушения всегда вылетает самое что смешное что у 261 такое быстрое кд что он практически когда завершается оглушение через пять секунд стреляет еще раз и опять оглушает на 19 секунд это мне больше всего не нравится в новом оглушение до раньше могло вылететь оглушение на 29 секунд ведь я по сути могло оглушение не закончится как тебе 261 кинет следующее но мало вылететь и 11 секунд а сейчас вообще не важно всегда будет вылетать 19 поскольку там написано 23 у обычных танков получается там 19 утяжей может получиться что и 17 будет вылетать смотря чего не там по накачали понаставили но так или иначе это как-то жестко меня это оглушение бесит есть там конечно гениальное предложение просто вы видите арту это гениальное предложение я только за есть еще гениальные защитники арты это разработчикам не нужно ведь онлайн упадет не хотят онлайн чтобы падал почему этим гением никто никогда не говорит а сколько людей ушло из игры из арты а я вам скажу что допустим вот я я бы из игры ушел если бы у меня не было канала еще до turbo боев до переделки карт в hd до конченной стрельбы в землю я бы еще до всего этого ушел потому что до всего этого меня уже начала бесить арта и хотелось ливнуть сыгры и в тот момент когда меня уже бесила арта ей добавили оглушение которое мне еще сильнее начал бесить и уже потом начали делать вот эти коридорные канавные карты стрельба в землю там вот это вот коллижен модельки конченый который меня бесит и все остальное но я же делаю контент для вас для зрителей для канала мне это важнее чем какое-то там мое сверх желание или нежелание играть в танчики поэтому я в этой игре и остаюсь а вы представьте какое количество людей которых не держит какой-то там канал на youtube или еще где-то они же все ливнули из игры по всем вот этим вот перечисленным мной причинам и первая из них была арта а теперь вы вы думаете одежду онлайн был миллион а теперь вот не миллион далеко вообще не миллион зато онлайн из артиллерии не упал да да в общем и целом переделка оглушения меня что-то не впечатляет на объекте 261 но если взять какой-нибудь британский танк он оглушает тяжелые танки секунд на 17 на 19 не тяжелые танки примерно так же как и объект 261 только у нее перезарядка секунд 35 получается что мы отдыхаем дольше чем напрягаемся под оглушением если рам на жирникам тяжи плюс еще повторное оглушение на нас не накладывается на мой взгляд если нерфануть объект 261 то может быть переделка и неплохая и это только один танк который я обратил на него внимание а сколько там еще этих коричневых танков переделали огромное количество и может быть там где-то еще засел какой-то такой же танчик мерзкий который будет бесить сильнее в общем и целом переделки неплохие они местами мне нравятся но некоторые танки как обычно мне кажется за баланс или не очень но отсутствие баланса это фишка игры видимо итак следующая новость это клановая потасовка юбилейная 10 точно так же как и юбилейный ивент на глобальной карте обычно после гк после ивента на глобальной карте происходит у нас клановая потасовка кланы которые попали в топ-50 могут подать заявки в этот турнир и посражаться в нем за призовые регистрации открыто продлится до 17 марта 12 мск проходить она будет с 18 марта по 2 апреля призовой фонд первое место миллион рублей 500 тысяч голды 150 тысяч бон и нашивка за первое место второе место 500 тысяч рублей 400 тысяч голды 125 тысяч бон третье место 300 тысяч голды 100 тысяч бон ну и так далее пошло там чисто голда и боны кто-то ушел на евро сервера кто-то остался на ру серверах какие там у нас топовые роты остались посмотрим кто победит этот юбилейный турнир ждем новый патч он совсем скоро буквально через пару дней потом еще 13 числа у нас будут ранговые бои на восьмерках 7 на 7 ну а перед этим всем надо будет на стримчике покатать и показать вам новый китайский танк за гк лучше бы я взял в кашку а еще лучше я взял бы забоны фош 155 ну да ладно всем спасибо что смотрели пишите в комментариях как вам эти новости с вами был арчик играйте красиво всем удачного дня и пока